Вот это место, помните? А если не помните, есть такая штука под названием Челейкин Алексей на телеканале YouTube. Так вот, залезь сюда и посмотрите как мы здесь в свое время вместе с одним товарищем ездили на Nissan Skyline. Вот здесь прям крутились. Во, было круто, просто супер! Хорошая машинка была, пришлось продать ее. Чуть-чуть дальше мы здесь также снимали один из роликов для милиции, естественно, что необходимо было пристегиваться. Приезжаем вот сюда. Здесь мы постоянно были. Помните, здесь был бокс Форсаж. Сегодня, ну, немножко другое. Сегодня же здесь тоже замечательный торговый центр. Кроме всего прочего, здесь делают ваш автомобиль. Делают это очень хорошо и качественно. А то, а то! Показать, да легко! На мою страничку в YouTube залезьте и Nissan Skyline RB25DET в кузове 33. И гляньте! Это было круто! Но, по сути, ничего не изменилось. Боксов, по сути, стало больше. Но в этих боксах машины-то не застаиваются. В этом сервисе машины делаются. Делаются по полной. Весь ремонт, покраска, жестянка, естественно, тюнинг. Клевая машинка, да? Да, машина хорошая. Я просто... У меня все время была тоже машинка Nissan Skyline. К сожалению, он ни разу не ездил. Ну, не было людей, которые могли меня заставить ездить. Но машина была суперовская, да? То же самое. Хорошая, практически новая машина. Вот. Но у него возникает вопрос. Где мы будем ездить? Где мы будем ремонтироваться? Чтобы это было недорого и качественно. Здесь. Вот здесь. Где мы находимся, получается? Ага, улица Советская, 160, дробь 7. Да, да, да. Именно здесь. Мы в свое время снимали здесь бокс-форсаж. Был то же самое, бокс-форсаж. Только он стал еще вкуснее, интереснее. То есть можно делать их современной, хорошей машиной? Конечно, да. Вы знаете, умение покупать машины дано каждому. Но вот умение восстанавливать – нет. В бытность нашу мы сталкиваемся с малярами-штукатурщиками. А их много. И не сталкиваемся мы часто с теми, кто лечит машину. Так, чтобы сделать круто и практически без шпаклевки, мы нашли такого. И мы сделали это. И вот вам правило. Работая с нами, вы получаете результат. Понимаю, что вы, наверное, в другом месте занимались, правильно? Конечно, да. То есть мы о чем говорим? То есть, ну, есть люди, которые вас приглашали в другое место. Я прекрасно понимаю, что это за место. Но тем не менее, вы пришли сюда. Насколько здесь хорошо? Ну, во-первых, свободный график. То есть, да и как бы сверху тебя никто не пинает, не подпинут. Быстрее делаешь все, как для себя. Делаешь, как для себя. Вот это и есть правило. Ну да. Потому что иногда можно остаться и позже, иногда можно прийти и раньше. Главное сделать машину. Да, конечно. Просто подход другой. Машины ломаются, естественно. Иногда в них въезжают. Иногда они. Это же простые машины. Иногда двигателем приходит легкий косякарус. Иногда подвеска пырхевеется. Но умение отремонтировать, вот оно чудо. По одной простой причине. Если, допустим, подвеска одинаковая, то я не видел ни одного человека, получившего одинаковые косяки по кузову. А вот это работа с 500. Теперь двигатель. В принципе, все двигатели однотипны. Но хочется ведь иногда оторваться со старта. Хочется ведь. В бытности по-старому дело доводилось установкой впрыска топлива. Сейчас все реально делается по-другому. Машина хорошая. Я видел много раз такую машину в городе. Оказывается, вы все-таки здесь это все делаете. Да, здесь делаем, здесь тюнингуем их. Дорабатываем, дорабатываем двигателя у машин. То есть более такие дела, агрессивные, так сказать, везде, чтобы были. Просто в свое время мы с другим человеком здесь скайлики тюнинговали. У него был скайлик, у меня был другой скайлик. Мы их пытались что-то сделать. Тоже неплохо получалось. Но сейчас скайлики сложно купить, поверьте мне. Да, соглашусь с вами. И в обслуживании, как бы, такие тоже не из дешевых. Это такой более вариант. Такой бюджетный, я бы так сказал. Да, бюджетный. Потому что GTR сейчас таких денег стоит. Космос просто. Это можно купить. Можно сделать красиво? Да, красиво, не дорога. И не дорога. То есть, ну, вот просто мы будем объяснять, сколько вы вложили сюда, чтобы она была настоящая машина такая, взросленькая. Взросленькая, чтобы вот так выглядело. Ну, в районе 50 тысяч. То, что мы видим. И не оскудела рука русская на примочке. Да, жалко, что мы пока не можем купить себе крутизну. Но мы можем довести двигатель дома. Покрасить и выровнять салон и кузов. К слову о том, что уже выращены новые люди. Но вопрос сроков-то остается. Я обратил внимание, что у вас нет машины. Как это делается? Быстро? Это делается очень быстро и качественно. Машины у нас не застаиваются. То есть, обговариваются определенные сроки. И в эти сроки мы постоянно укладываемся. Клиенты все довольны и рады. То есть, сроки хороши и результат хороший. Потому что люди получают грамотно заработанные деньги. Заработанные своим трудом. Как-то странно получается. Мы здесь с вами беседуем, народ ездит. Наверное, люди должны понимать, да, где машины делаются. Да, здравствуйте. Машинки делаются по тюнингу здесь. Гарант-сервис. Либо во второй адрес, это Зеленцова, 14, между 6-7 проходной, это второй адрес, этих центров. То есть, можете обращаться либо к нам, сюда на Гарант, либо на Зеленцова. То есть, в двух сервисах делаем и покраску, и жестянку, и тюнинг весь полностью. Также установка аудиоаппаратуры, сигнализация и так далее. То есть, все делается только вот так. Вот так вот. Вот так вот красиво все делается. Одной простой причине. Я вот не вижу людей, которые продолжают тюнинг. А вы, оказывается, делаете. Нет, делаю. Почему? Как бы просто есть машинки, которые предрасположены к тюнингу, есть, которые не предрасположены. То есть, такие машины, как вот именно, ну, возьмем эту модельку, да, Mitsubishi Lancer 10. Она расположена к тюнингу. Во-первых, она не стареет со временем, да, машина 9-й год. Уже почти 10 лет практически. Почти 10 лет, но пробег она не маленький. То есть, пробег 50 тысяч, она в одних руках. И чисто, ну, вложено много души, много, даже и денег. Даже и денег. Но, тем не менее, машина продолжает вас радовать. Да, да, продолжает радовать. Единственное, как бы хочется приобрести что-то другое повыше, а именно этого оставить, именно как летний вариант. То есть, машина, чтобы ездила только летом. Теперь тема другая. Чем машины хороши? Краской и обрамлением. Чем машины равняются на то, что не живет вечно? К сожалению, у них есть коррозия. Я видел много и во всех странах. Металл, конечно, хорош своей ковкостью. Но, к сожалению, некоторые места гниют. Я-то дело сие знаю толком. Самое простое – это обработка. А если обработки-то и нет? Ну, давайте не в Магнитогорске говорить о том, что нельзя переварить. Да, город-то не тот. Вопрос номер другой. Мы прекрасно понимаем, что по городу Магнитогорске ездят и машины старенькие. В том числе, да? Машины старенькие, у них бывает такая штука – гнилье. Мы у вас посмотрели уже старенькую машину. Ну, достаточно старенькую машину. Тем не менее, через сколько она выйдет и что будет внизу? Ну, то есть машины как бы старые, старые. То есть это все восстанавливается, это все металл, это все штампуется, делается, варится. Машины выезжают как новенькие, без ржавчины. По срокам, то есть в зависимости от того, насколько она старая, насколько она сильно прогнила. То есть это тоже, соответственно, все обговаривается. То есть мы сейчас будем говорить, оказывается, и о следующем. Я просто был на Кубе, да, и посмотрел, что там ездят машины 55-го года. Понятно, что они все гнилые, да? Но это не все гнилые, потому что что такое красота сверху, да? Красота сверху – это штамповка. Красота снизу – это та же самая штамповка, ну, только можно каким-то образом поменять, что-то сделать. То есть вы этим тоже самое занимаетесь? Да, конечно. То есть что связано с кузовным ремонтом, с заменой и нища, и там, лонжеронов. То есть все делаем от и до. Ну так, за речкой комбинат. Что такое металл? Ну, чтобы было понятно, весь металл штампуется. И, естественно, не по горячему. Металл, по сути, не металл. Химию прочтите и поймете. Штамповка может быть как по профилю, но, простите, вспомним всего тысячу лет назад как. Штампованные изделия делались обыкновенными человеческими руками. И мы здесь тоже можем это сделать. Как и просто работать с исключительно новыми автомобилями. Я так прекрасно понимаю, машина не дешевая. Да, не дешевая. Но такую машину надо тоже где-то делать. Иногда случается, что-то ломается. Смысл ехать куда-то, где дилерский центр? Там какие-то космические цены, по-моему, будут? Да, ездил в дилерские центры, платил по 25 тысяч даже за простой ТО. Но здесь ТО мне обходится в 5-6 тысяч. Качество и сроки все устраивает. Качество работы особенно устраивает. Парни молодцы. Супер. Ну да. Супер, супер. Нету предела совершенства. Я понимаю, но все равно. Ну да, я доволен. Теперь самый главный вопрос. Вы знаете, это про деньги. Сумасшедшие деньги – это дилерские центры. Сейчас проедусь. Типа СТО в дилерском центре понизилось неоднократно. Аж 9,5 тысяч рублей в среднем. Ну типа, ребята. Я вам сейчас объясню. Новые машины не так часто ломаются. Я делаю обслуживание своего автомобиля, который прокатил 300 тысяч километров, каждые 5 тысяч километров. Трачу на все. От 650 рублей и топ-1000. И даже если все перемножить, такой суммы-то и не будет. А зачем платить-то? За что? Теперь вопрос цены. Потому что прекрасные понятия, да? У нас дивные цены называются дилерские центры. Заезжаешь туда и офигеваешь. Заезжаешь в другие центры. Ну, квадро, допустим, да? То же самое. Какие-то там весьма интересные цены. И машина может стоять и полгода. И ценники высокие. У вас какие ценники? Так, ну, цена у нас, так скажем, средняя по городу. То есть, очень сильно отличается от дилерских центров. То есть, это намного дешево. Соответственно, каждому клиенту есть свой подход. То есть, есть какие-то скидки. И по праздничным дням какие-то скидочные программы проводим. Поэтому, с клиентом мы находим общий язык по цене. И клиенты оставляют машины к нам в ремонт. Вот о чем мы и говорим. Недорогой, качественный сервис с грамотными специалистами. Он есть, естественно. Как здесь, так и на Зеленцова. То есть, две точки. Две хорошие точки. И, естественно, я, как любитель машин, скажу. Есть тачки и сейчас крутые. Но, поверьте, машины 55-х годов были такие же. И бывают, конечно, варианты убогие. Я это знаю. Но, части хорошими были, есть и будут. Как и движки, естественно. Да, раньше моща выдавалась объемом. Но и сейчас тоже. Нас, конечно, типа обломали. Но зачем это делать, непонятно. Вы, конечно, перцы крутые. Но человек хочет 12 цилиндров. Так он и будет их кормить. Зачем дурная растаможка и туповатый налог на мощность? Вот этого я не понимаю. Мы хотим делать дело и ездить. Так дайте нам такую возможность. А когда вы повернетесь к народу, народ и будет за вас голосовать. Итак, вот сюда мы приезжаем. Так же делаются ваши автомобили. То есть, по сути событий. Вот за спиной моего оператора, помнится, были замечательные два торговых центра, которые затем перестали. То есть, вот это был один нормальный торговый центр, в котором ремонтировались АЗЛК и газы. Чуть-чуть дальше был другой центр, в котором ремонтировались автовазы. Все это, естественно, перепрофилировалось. Что это такое, я не понимаю. Люди куда ушли? Люди ушли в гаражи. Да, в гаражи. Не только в гаражи, еще и в другие вещи. То есть, идет строительство. По сути, мы должны этому радоваться. Потому что вы видите, да, что люди так же работают и делают все для вас. Они делают в автомобиле. Делают это быстро и качественно. Автомобилей в городе действительность много.